Следующая страна Украина, Алена, Алена и Джерри Хейл, Тереза энд Мария. Как вы помните, я обозревала украинский отбор, когда девушки победили там, собственно, и я говорила о том, что песня мне очень нравится, она реально очень хитовая, запоминающаяся, классная, аранжировка прикольная, но там на отборе все звучало и выглядело очень сыро, у них по сути не было ни номера, ни костюмов, ничего, и пели они очень как-то разнузданно, кто в лес, кто под рова, и были там моменты такие, ну, очень-очень ложевые, ну, не то, что ложевые даже, но как будто Джерри не хватало силы, что ли, в голосе, из-за этого было переживательно, как это все будет звучать сегодня в полуфинале, но в итоге все прозвучало и выглядело просто отлично, во-первых, им сделали какой-то нереальный номер, вот эта гора, по которой Джерри взбирается, это очень эффектный момент, очень красиво, очень красивое платье на Джерри, которое ей безумно идет, она просто красавица. Алене тоже подобрали интересный образ, и в целом номер получился очень целостный, очень классный, Джерри прямо хорошенько поработала над вокалом за это время, я думаю, что она прямо брала уроки, потому что появилась сила, появилась стабильность, она хорошо здесь спела все, что должна была спеть. Многие хейтят эту песню за рэп, считают, что он здесь лишний, многим не нравится партия Алены, мне здесь она не режет, если честно, я об этом говорила на стриме. Она не очень долгая, эта партия, она как-то быстренько так заканчивается, и как-то так аналогично опять перетекает вот этот припев, и не знаю, мне кажется, что песня целостная, законченная, и здесь нечего убавить или добавить. Украина, конечно же, тоже прошла финал, я считаю, что это одна из самых сильных песен не только этого полуфинала всего года, не последнюю роль, конечно, сыграло то, какой клевый номер им под нее поставили, после первых же репетиций Украина очень сильно взлетела у букмекеров, сейчас они, по-моему, на третьем месте.